Очень радует то, что у нас нет похищения граждан вообще в этом году. У нас нет ни одного грабежа в республике. У нас нет убийств и сгоносных погружений. Вот это действительно, на мой взгляд, есть такое небольшое достижение результата. Чья это заслуга, об этом говорить не будем, я думаю, что все вместе постарались. Вся правоохранительная система. Но сами себя хвалить не будем. Но есть еще и ряд других проблем, на которые надо обратить внимание. Не всегда предоставляется такая возможность нам собираться в таком составе. Но на что бы я хотел обратить внимание сегодня? И внимание наших прокуроров в районе, в первую очередь, которые непосредственно должны этим заниматься. Есть указ президента, который гласит, что один раз в квартал необходимо проводить координационные совещания. В принципе, что мы и делаем. Я в частности, если вы заметили за последние годы. Вот я до сих пор не знаю наши районные прокуроры. Вы следуете такому же принципу, да? Если да, то очень хорошо. Я рад это слышать. Получается, один раз в квартал вы проводите координационные совещания. Очень хорошо. Теперь рекомендую вам, с учетом той обстановки и ситуации, которая складывается у нас на дорогу, вы видите, что у нас происходит. В этом году у нас погибло 20 человек за 6 месяцев. Сейчас речь идет о полугодии первых. 20 человек погибло. В прошлом году это было 28 человек. На 8 человек меньше. Но это не говорит, что это хороший результат и мы чего-то с вами добились. Почему? Потому что во втором полугодии в июле очень много людей погибло за короткий промежуток времени, если вы обратили внимание. Поэтому авария на дороге, дорожно-транспортное происшествие нужно уделить особой внимании. Уважаемые прокуроры, предлагаю вам на постоянной и регулярной основе проводить рабочие совещания, чтобы это было с вашим непосредственным участием. Приглашаю прокуратуру, представителей МВТ, СГП, все, которые сегодня несут ответственность за безопасность на дорогах. Другие службы, которые также несут персональную ответственность. В целом за состояние на дорогах. Это надо будет делать постоянно, чтобы вы понимали. И этим вы должны заниматься. С учетом того, что вы наделены надзорными функциями. Я понимаю, что вы сегодня на дорогу не выходите. Это не ваша прямая обязанность. Но тем не менее у вас есть другие функции, которыми вас законодательство наделило. Вы должны в этом направлении работать активно. Если вы это не сделаете, если вы это с вами не сделали, у нас ничего не изменится. Сегодня мы видим, что происходит, как складывается ситуация. У нас сейчас сменилось руководство ГАИ Республики. На мой взгляд, какие-то новые методы работы сейчас усматриваются, прослеживаются. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Посмотрим, это какие даст результаты. Но мне бы хотелось, чтобы вы тоже видели в этом активном части. Находите, какие хотите формы и методы для того, чтобы пресечь вот такое состояние на дороге. Это вы должны изобрести механизм для того, чтобы таких аварий было меньше. Вы все вместе должны этим заниматься. У нас есть проблемные участки на дорогах. Мы часто о них говорим. В Ачинчишском районе были такие участки на дорогах. Потом сейчас вот там сегодня в докладе говорят, что, во-первых, все преступления раскрыты, и ДТП стало меньше. Очень хорошо. Не ожидал, если честно, что у вас такие результаты. Это очень хорошо. Так должно быть и здесь. Вот такому принципу должны последовать все. Это очень затратное дело. Навести порядок на дорогах. Мы понимаем, что нужно ставить камеры. Мы много об этом говорим. Много об этом говорит кабинет министров, премьер-министров. Это на всех площадках обсуждается. Это очень затратное дело. Но то, что можно решить самим, там, где необходимо установить сегодня дорожную неровность, которая может спасти жизни людей одного и двоих, троих человек, это тоже большой результат, чтобы вы понимали. Поэтому перекладывать друг на друга и ждать, что сверху упадет, и у нас все будет хорошо, такого не будет здесь. За 30 лет это не произошло. Мы вместе должны это сделать. Я вас очень прошу. Я вот обращаюсь к вам, субедительно, просто, вот к прокурору. Но ежемесячно и по мере необходимости руководство районных РОВД, СГБ, все, кто несет ответственность за дорогу, за состояние на дорогах, все службы привлекают и обсуждают вот это дело. Только в таких путем вы сможете остановиться. Субтитры создавал DimaTorzok